Хорошо, коллеги, теперь мое мнение я скажу. Конечно, радость для Дагестана великая, что уходит с Дунов. Наконец-таки он уходит. Народ столько этого ждал и дождались. Помните, мы здесь выступали, я так говорил с Эдуардом Кальхановичем, когда мы здесь разговаривали, я говорил, что они приехали с Татарстана, типа, нас учить. А на самом деле просто ерудой занимались, деньги зарабатывали. Мы же это прекрасно знаем. Когда великий двоечник, я не знаю, которому там отлично ставил кто-то, я не знаю за что, покупал маски по 31 рубль, в самый пик покупал маски. Хотя знали все идет коронавирус на Дагестан, прекрасно знали. В марте месяце, 18 марта, было решение о том, что меры принимать уже Владимир Абдуалевич указ 18 марта издал. А маски купили в апреле месяце. Понимаете, в середине апреля, где-то 20-го, когда-то к концу, в третьей декаде, по-моему, апреля, уже приобрели маски. Слушайте, вы специально что ли ждали, чтобы подороже купить? Тогда можно было купить сразу же, ведь понимали же, к чему мы все идем. То есть, великие такие умы светилоэкономики в России нам отправили, а оказались обычные двоечники, которые в шею гнать надо было из Дагестана. Но их держали. Чем запомнился Здунов, например, в Дагестан? Да вообще ничем, абсолютно. Да, стратегические сессии, болтологии занимались и все. И чем они кончились? Ничем. Мы только запомнили, что проекты, там, вода, там, что-то, дороги, да, комфортная городская среда, проекты, что-то, то, что запомнили. Это федеральный проект. Федеральный, да. Ну да, естественно, они провалить, как бы, побоялись. Мы запомнили тем, что Дагестану были, благодаря Васильеву Владимиру Абдуалиевичу, это благодаря ему были такие небывалые бюджеты у нас были, и финансирование из Москвы, да. Вот. А в итоге чем кончилось? Съесть не смогли то, что достали. То, что досталось Дагестану из Москвы, проглотить не смогли, освоить не смогли. Мы возвращали каждый год назад бюджет 10-15 миллиардов. Вот она их. И за это человек пошел на повышение с премьер-министра, главой субъекта, бедная Мордовия. Он говорит, это моя там Мордовия, мое родное, туда-сюда. Дагестан кто для него был? Полигон для зарабатывания денег. Вот что было Дагестан. Бедный Дагестан был все эти три года. Сейчас хоть легкие вздохнут, хоть у нас Абдул-Патах Амирханов будет, наш, дагестанец. Надеемся, что он гораздо больше пользы принесет Дагестану, чем вот эти, которые были, грабили Дагестан, по большому счету. Ставили камеры, деньги зарабатывали и так далее, да. Вот что был Дагестан. Позорное пятно в нашей истории, их присутствие здесь. Поэтому у меня все. Шамиль. Шамиль, как бы нашим не облажаться так, чтобы мы снова за вас. Да, больше облажаться невозможно, мне кажется. Альберт, ну что ты. Мы не видели этого премьера. Что он делал, мы не знаем. Что он делал, мы не знаем. Понятия не имеем. Ни разу я, председатель Корсоэта НКО Дагестана, заседания рядом не наблюдал даже, что они говорят. Не приглашали. Чем занимаются, мы не знали. Подгоняли заседание. Лапшу вещали Владимиру Абдул-Алиевичу. Он сидит, эти сидят, сказки рассказывают ему. И он слушает, все хорошо, коровы доятся, чабаны пасутся там на пастбищах. Все нормально, сговор делали. Докладчик докладывает доклад Васильеву через Дунова. Сначала с Дуновым согласовывает, да? А потом с Дуновым знает, что будет докладчик говорить Васильеву. А потом приходят за стол, садятся, как будто бы они Салам Алейкум только увиделись. Этот говорит, этот подакивает, этот спрашивает, у этого все готово на мази. Потому что сговор был, мы эту знаем картину. А Владимир Абдул-Алиевич сидит, думает, какая прекрасная ситуация. Этот говорит, тот отвечает, все совпадает, понимаешь? А на самом деле мы знаем по нашей информации, что было. До Васильева просто обговаривали они с докладчиком, вот и вся работа с Дунова. И поэтому проблем не было, все замечательно, как бы. А на самом деле провал был везде, практически везде был провал. Вот поиздевались над Дагестаном три года и ушли. Ихняя задача какая была? Просто посадить чиновников. Вот и все, которых они сказали, они коррумпированы. А вы их посадили. А сами что сделали, ребята? Ну что они сами сделали для Дагестана? Вот кто может толком сказать? Толком нет. Деньги возвращали. Извиняюсь. Когда при Абдул-Атипове возвращали деньги, прокуратура Российской Федерации Южного СКФО и Республиканская требовала наказать того, кто вернул деньги в бюджет федеральный. Почему не освоили? Немедленно наказать. А наказание должно было быть там, выговор, увольнение, что хочешь, но наказать. Несколько сот тысяч, без разницы, наказать. А когда миллиарды возвращали, сколько раз я выступал, говорил, миллиарды возвращали. Кого наказали они? Нет. Это же Москва назначила нам варягов, а у них индульгенция, их трогать нельзя. Вот этих нерусских надо наказывать, а которых Москва назначила, десятки раз больше, у них кошмар просто, это возврат денег. Никого не наказывали, их нельзя, они святые. Это ненормально, закон должен быть один. Или же вы этих, если наказывать, пути добры, за гораздо худшее преступление, я считаю это преступление, возвращение десятков миллиардов рублей назад в бюджет федеральный, когда такая ахова ситуация в Дагестане, это, считаю, преступление. За это вообще сажать надо было, не увольнять, а сажать. Ну, у нас, к сожалению, на повышение идут. Как обычно, мы к этому уже привыкли. То есть, не совсем к нам Россия пришла. И не такую Россию Дагестан ждал.